Бойтесь мужчин, которые постарели в профессии, где умирают молодые. Мы переправились на одной лодке двумя группами. Летясь противника загнали в дом. И стрелковым оружием, и гранатами противник был уничтожен. Более 20 человек противника было уничтожено в данном бою. Неможливо было подальше их движение и захопление вегетных позиций. Уникальная операция по переброске. 11 вертолетов единоразово совершили марш в наш украинский Донбасс. Сначала полномасштабного вторгнення Российской Федерации в Украину. На отличие от заводов, мы находились в пункте постоянной дислокации в городе Одесса. Так как вы понимаете, Одесса – это очень важное место, если брать в стратегическом плане. И была возможность уничтожить армию морского десанта из Черного моря в узбережье города Одесса. И мы находились в готовности к добавлению этого направления. Поэтому работы было очень много. Как в области, так и в городе. Виявляли диверсийно-розвитивные группы, побечники Российской Федерации, которые наводили авиационные удары по нашим объектам. Виявляли людей, которые проводили агитацию российского мира. Разом с работниками СБУ затримали диверсийно-розвитивные группы, затримали побечников Российской Федерации. Это было таким основным заданием в выполнении контрдиверсийных заходов. Нам поступило боевое распоряжение для перебазования при дислокации в район выполнения задач на сход нашей страны. Приходит наказ вечером, с утра появится на аэродром. Мы все грузимся, собираемся. И уникальная операция по переброске военного формирования. 11 вертолетов единоразово совершили марш. И с аэродромом под нашим любимым маціонным пунктом в наш украинский Донбас. Мы предоставили в Донецкую область, в городе Краматорск, с подальшим выполнением завдания на рубеже Богородично-Святоїрск. Основные завдания, которые мы там выполняли, это мы выполняли разведывание, разведывание ударное, диверсийные, противодиверсийные заходы. Одним из завданий было пойти и найти танк, который находился в лесе, так называемый Шерландский лес, который находится у нас на северной околице Богородичного. И этот танк постоянно не давал спокоя нашим позиціям, наносил им безусловно втрати, наносил урожения. Групы выдвинулись для пошуку этого объекта. И в этот момент противник смогли обойти с одного фланга в нашу позицию и затем нам утил и совершил напад на командно-спостережный пункт роты. Командованием оперативно было принято решение на повернение этих групп и отбитие нападу. Спустили снизу двумя группами, зашли, отбили наступление противника. Часть противника загнали в дом. И стрелковым оружием, и гранатами противник был уничтожен. В населенном пункте Богородичный мы столкнулись с очень интересной ситуацией. Оказалось, что два командира группы зажаты противником в контрольно-спостережном пункте. Как оказалось потом, когда противник был уничтожен и отогнан, наши побраты, мы уже прощались с жизнью. Второй положил под бронежилет гранату, чтобы не достаться пленным врагу. То есть счет шел на минуты, и наша, наверное, военная удача, и время, потраченное на тренировки, оказалось, потрачено не впустую. Нас удалось отбить наших командиров, спасти командира батальона. В общем, мы красавчики, что я могу сказать. Противник продолжал наступление с другой стороны. Нам было принято решение эвакуировать десантников. Мы начали подниматься на гору. Один десантник получил ранение, ему была оказана помощь. Когда поднялись на самый верх, мы запросили БТР. После того, когда мы отправили десантников, мы приняли решение выходить пешим. Больше 20 оси противника было снищено в бою. Неможливо, но подальше их движение и защищение выгодных позиций. Дальше задачи были, которые мы спланировали сами себе. И она у нас получилась просто по каждому пункту, как мы спланировали, все-таки вышла. Это вогневый налет на Діброву. И завдание было нанести максимальное вогневое впечатление на передовую позицию с подальшим выходом назад. Для чего это проводилось? Потому что противник, когда он сидит на месте и до него никакой вогневой вплив не застосовывается, он расслабленный, думает, что у него все хорошо, и он там будет сидеть постійно. Он сам звезды не уйдет. Но если ты начинаешь проводить вогневый вплив и проводить такие действия на него, он уже начинает задуматься и начинает отходить назад. Складность была в том, что населений пункт находился на достатней отстанности от лініи размежевания. И перед этим населенным пунктом была лісиста местность. Декілька километров был, так сказать, дубовый лис. И уже перед самым этим селом приблизительно километр был сосновый лис. Линия проходила вдоль речки. Мы переправились на одной лодке двумя группами. Одна группа была как вогневое прикрытие наше, а наша группа занималась штурмом дома. Было все распланировано до мелочей. Нам был отдан миномет. До того момента, когда мы подошли к Деброве, миномет начал работать. Мы полежали. До этого у нас были облеты. Мы знали, что при обстреле противник делает так-то, так-то. А именно прячется в подвале. И посчитали время выхода и время прихода. Это было примерно 18 секунд. Когда был выход, примерно на 15 секунде выстрелил наш РПГшник в калитку, так как она была закрыта. После этого штурмовые группы пошли уже непосредственно к дому и начали штурм здания. Противнику было предложение сдаться. Но противник отказался, начал вести огонь. На что он получил ответ. После того, как мы надали огневое выражение, как наша разведка спостерегала, они вызвали подкрепление. Их подкрепление просилось до них с стороны лиману. Наш отход прикривали наш миномет. Он давал огневое выражение, чтобы мы смогли выйти на безопасный отстань и уже отходить до наших позиций. Успешность была в том, что весь особый склад вернулся назад. У нас не было втрат ни среди особого склада, ни оружия. И как бы завдание было выполнено, что мы надали максимальное выражение противнику и показали ему, что мы уже близко, мы уже подходим. И их думки, я так понимаю, в этот час были, что нужно им уже деться назад выходить до дома. Диброва была для них важливой, потому что это был один из населениях пунктов, после которого ишел лиман. Где у них базировался, где у них был штаб, базировалось много подразделений, техники, склады. Если ты заходишь и берешь Диброву, то в тебе уже открывается дорога в сторону лимана. После Дибровы нас под себя взяли силы специальных операций. Это было освобождение Харьковской области. Это была Клея, Купинск. Это было усиление 92-й бригады. Мы сидели на их позициях, помогали им. Тоже какие-то разведки, какие-то зачистки. Задачи у нас соответствовали задачам 92-й бригады. В основном она состояла из мобилизированиях солдат, військовых службовцей в Збройных Силах Украины. Показала себя выше всяких похвал. То есть со своей профессиональной стороны могу отметить каждого рядового бойца. Я думаю, ни для кого не секрет, потому что основной тягар війны на цему напрямку лежал на них. Хлопцы себя очень-очень хорошо показали. Мы действовали в рамках разведывательных действий, контрдиверсионных действий. И когда на это была возможность, усиливали позиции смежных подразделений, для того чтобы противник не мог совершить прорыв или какие-то там наступательные действия. Значит, задача максимум, например, по населенному пункту Балаклия, была выйти в середину населенного пункта, заминировать и подорвать мост, чтобы обезопасить наши силы обороны, которые будут занимать там оборону, и отрезать наступающие силы противника. А пошло так, что противник не ожидал наступления именно с этого направления. Это мероприятие готовилось силами специальных операций, все было под их керевництвом, и, соответственно, вы видите последствия. Мы держим дом, например, там начинают работать непосредственно метров 5-10. Из-за того, что там был рельеф, он то ли не долетал, то он перелетал. Когда начинает танк стрелять, ты забегаешь в подвал, выбегаешь с подвала, смотришь сзади, а дома нет, дом горит уже сзади. У соседей, которые были тоже на позициях, с моей группы, так бывало, что прилетало в дом непосредственно. Но, слава богу, все целые и живые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому мы всегда обратим на это внимание, особенно подготовку командного особого склада, чтобы они могли быстро, быстро, оперативно принимать и самое главное правильное решение. Наша работа это не флаг поднимать над каким-то освобожденным городом или селом. Наша работа непосредственно разведка и дать возможность действовать в дальнейшем пехотным подразделениям. Мы понимаем, что нам делать в ситуации. Если мы попали в засаду, если мы нарвались на позицию, что нам делать. У нас есть какое-то представление к этому и нас к этому обучали. Поэтому мы знаем, как действовать. Поэтому лучше отправить нас. Мы посмотрели, досмотрели, если в случае чего дали бой. Так как если мы в разведке, получается выбить противника, выбиваем противника. Если не получается выбить противника, дали бой, отошли, собралися, перегрупировалися, обозначили, где он находится. И после этого уже принимаются какие-то дальнейшие решения. Все наши операции мы проводим с планированием, с разведкой. Это все детально раздивляемся и, используя свою оружие, которая у нас есть, проводим такие операции. Чи могли бы это сделать обычные штурмовые подраздели, это все зависит от того, от их навчанности, что есть у них досвід просувания по лесу, переправляться. То есть это все зависит от операций и от тех операций, которые подраздели выполнили раньше. Мы являемся технику, которая находится на беждах дистанциях. Мы нарушаем уражение с помощью дронов «Камиказа». Снайперы работают по своему направлению. Один из явных примеров, буквально несколько недель назад, наша снайперская пара совместно с подразделом специального призначения сбойных сил Украины, отбили наступ на нашу позицию. Противник силами до двух отделений с танком наступал на нашу позицию. И просто две винтовки, двух пар, сделали свою работу и остановили этот наступ. Сколько тогда было уничтожено живой силы? Ну, до 8 человек только нашей снайперской парой. Давно нить. Можно сказать, за хвилин 10-15. Миномети працюють уже безпосередньо по пехоте, они сейчас очень активно копаются, не боятся, копаются без бронежилетов, без казков. Поэтому это является очень хорошей целью для минометников, которые очень хорошо с этим завданием справляются. Миномети працюють уже без бронежилет. После Купинска мы оказались на направлении Кременной. Бывало такое, что была утрачена связь с позициями. Бывало такое, что позиции захватывал противник. И наша задача была завести людей непосредственно на новые позиции. Досмотреть старые позиции на наличие там русских. Вот. И работа с АГСом. Бои на том направлении не останавливались, наверное, никогда. Они начинались с утра и могли закончиться вечером в лучшем случае. А могли длиться и до следующего утра. Противник там не жалел своей силы и постоянно бросал новых-новых-новых людей. Для них не было страшно ни 200, ни 300. Так как нам было замечено, что одна группа противника, которая должна была идти на штурм, она стояла на опушке леса и минжовалась, и не знала, что делать. А сзади стояли уже нормальные ребята, приодетые, и контролировали их, чтобы они пошли туда. Вот. То есть они шли под дулом автомата. Особенности ведения боя, там, то, что противник кидал туда, на одну позицию, мог по 40-50 человек кинуть. Особенности криминого, криминой, это то, что у русских сил там все Т-90. Мы не увидели ни одного старого советского танка. Особенности, то, что у них там БМП-3. Особенности, то, что у них там терминаторы, эти их не новые машины. Особенность в том, что у них тоже там работают нормальные спецы. Нам реально там держать оборону. Вот. Противник там засел, конечно, намного лучше. У него там перерыт полностью лес. Вся его сторона полностью перерыта. Там одни сплошные траншеи, блиндажи. Там чуть ли не доты строят. Блиндаж с хорошим настилом. Вот. И непосредственно постоянные штурмы. И что еще хочу отметить, то, что на Криминой, это большая активность их птичек. Там на постой летают коптеры. То есть мы выдвинулись с АГСом, чтобы поработать. Выставляем АГС, летает птичка. Нас рисовало. Ну, прошло минуты, наверное, три. По нам уже пошел огонь артиллерия. А перед этим прилетел вертолет и закидал нас нурсами. Вот. Это просто на один АГС. Вимагает БІЮЛЮСССР очень особо и специфичную тактику. В хвойном ЛЮССР безусловно, в котором мы выполнили завдания, мы как мали переваги, так и недолики. Перевага в том, что мы были более скритными. Нас неможливо было выявить за допомогою арерозвитку противника. Но это также было и нам, не то, что недоликом. Это было для нас сложностью для того, чтобы пересувание и видимость в этом ЛЮССР была лучше до 50 метров. То есть все понимали, что если у нас будет бой с противником, то это будет близкий. Близкий бой, на самом деле, очень сложный. Если неможливо провести арерозвитку, мы проводим разведку пише в несколько этапов. То есть у нас есть визначение рубежей, до которых мы доходимы, понимаем, что что заменовано, что не заменовано, кто там, кого не может. Розбиваем ліс на сектори, и кортная группа рухается по своему сектору, записывает трек. Небезпеки могут быть основными, потому что противник достаточно активно и серьезно минует местность, особенно лісисту. Поэтому нужно быть очень осторожным, нужно постоянно смотреться как под ноги, как и вперед. Мы пытаемся двигаться так, чтобы это было максимально непомятно, максимально тихо. Но если ты идешь в ту сторону, где у противника есть заседка, где он тебя ждет, то он сидит на месте, он сидит тихо. И какие-то пересувания он может чувствовать. И тут главную роль грают правило первого пострела. Если он впервые начинает по тебе наносить вражение, то нужно быстро дойти, собираться и надавать в огонь у ответ, чтобы подавить его огнем, чтобы он выступил или уничтожить его. Если штурм в поле и штурм в лесу, то в лесу ты можешь использовать для защиты дерева или складки местности, чтобы тебе не было видно, чтобы ты мог наносить вогневое вражение, но ты был за укриттям. В поле это где-то сложнее, потому что ты на открытой местности, по-перше, тебе бачить аэророзвитка противника зверху, если она есть, это раз. И, другим, что в тебе нет укриттям. То есть тут также нужно правильно плановать, поэтому в каждой местности есть какие-то свои плюсы или минусы. То есть не можно сказать, что лучше работать в месте, лучше работать в лесу или лучше работать в поле. Везде есть свои нюансы, и их нужно, как бы, опрацовывать, планировать и, враховываясь эти нюансы, планировать операцию и проводить. Досить тяжело смотреться на это, что наши лесы, по-перше, выгорают, по-друге, они еще будут заминованы, и нужно будет достаточно большой час для разминования. И, по-третье, спостерегается тенденция, что противник достаточно много укреплений, планировать, и они вырубывают, выкошают наши лесы для обладнания своих позиций, планировать. Поэтому такая ситуация, я понимаю, будет достаточно тяжкая. Каждый раненый или погибший боец для вооруженных сил Украины – это невосполнимая потеря. Специалистов, чтобы подготовить хотя бы базового уровня, необходимо от трех лет. От трех лет. То есть, кто-то говорит про какие-то шесть месяцев, но все же прекрасно знают, что специалисты – это годы тренировок, годы подготовки, годы тоже войны. Бойтесь мужчин, которые постарели в профессиях, где умирают молодыми. Давным-давно я перестал спорить с собеседниками, условно, в сети. Меня ничего не бесит. Я хочу просто делать свою работу, делать ее качественно, и чтобы в этой работе не мешали. Людям нравится дискотека, так мы здесь, чтобы люди ходили на дискотеку. Я не вижу проблем в том, что человек молодой, взрослый, даже пожилой, например, может вечером, вместо того, чтобы бежать в бомбоубежище, сходить, например, в магазин и приобрести ту пищу или те товары народного потребления, которые он хочет, а не которые он может или ему выдадут, например, как в населенных пунктах Донецкого региона, в гуманитарной организации. В этом нет ничего плохого. Каждому свое. Один из командующих корпуса морских пехотинцев в Соединенных Штатах Америки сказал, что учитесь получать удовольствие от неопределенности. То есть мы стараемся как можем, делаем все, что можем. Вся наша жизнь на этом этапе, на интереснейшем этапе нашей жизни направлена на конкретную боевую нашу работу. В армии никогда не бывает так интересно, как на войне. Все, кто хоть косвенно относится напрямую или косвенно к армии, прекрасно меня понимают. Любого командира завдание – это сохранение своих людей. На жаль, это нам немного мешает, как правильно выполнять завдание. Потому что проритет я ставлю в первую очередь, чтобы особый склад живой и не уж каждый вернулся после завдания назад. Люди очень много подрослевали, они набрали великого опыта, они пережили очень много моментов, как счастливых, так и не очень. Конечно, у нас были втраты, конечно, никого не потеряли. Это очень больно, но все это, мы идем вперед, потому что наша общая цель – это освобождение наших территорий. Все тяжело, но особый склад, на самом деле, он просто этого не показывает. Можливо, в души, где-то далеко, они все это переживают, но никто этого просто не показывает. Мы должны освобождать свою территорию. Это наша земля, это наша страна, и здесь должны жить мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова